Добрый вечер! В эфире YouTube-канал Навальный Live Алексей Навальный. В рубашке, в галстуке. Почти как настоящий телеведущий. Это означает, что я исполняю все-таки давно данное обещание и буду теперь вести еженедельную YouTube-передачу в совершенно прямом эфире. Скоро мы еще допилим. У нас здесь будут звонки, у нас здесь будет скайп. В любом случае я буду отвечать на ваши вопросы. Эта программа нужна для того, чтобы мы с вами общались, обсуждали актуальные новости в течение часа. Я никуда не денусь от ваших острых вопросов. Вы меня можете здесь просто прямо пригвоздить этими вопросами самыми коварными, самыми интересными. Я на них должен буду ответить, потому что это прямой эфир. И, в общем-то, для этого все и предполагалось. Всем привет! Московское время 20 часов 18 минут. А это значит, что на программе Навальный Live, на канале Навальный Live выходит программа Навальный 2018. И, наверное, вы уже обратили внимание, что сегодня все как-то немножко необычно. И, правда, действительно у меня нет галстука. Мы вообще предполагали, что на этой программе я всегда буду только с галстуком. И желательно буду смотреть в камеру двумя открытыми глазами. Сегодня мне это не получается. Наверное, вы уже слышали, почему. Я коротко расскажу. Сегодня я должен был выступать на большом мероприятии. Называется оно «Ивент-форум». Много разных людей пригласили меня выступить. Официально, как кандидата в президенты, я должен был рассказать об образе будущего в России. Ехал туда очень нарядный, очень красивый, в галстуке рубашки. И на выходе из нашего офиса какой-то чучундрик плеснул меня в зеленку. Я даже не понял, что происходит. Попал в правый глаз. И пришлось не поехать, к сожалению, на этот «Ивент-форум». Хотя у меня были планы и на отличное выступление, на то, чтобы убедить собравшихся даже перечислить нам денег в избирательную кампанию. Вместо этого пришлось поехать в первую городскую больницу, где мне поставили диагноз «химический ожог правого глаза». И сейчас я могу его открыть усилием воли, но вам не понравится то, что вы увидите. Поэтому я не буду этого делать, а то еще нам дадут какое-то предупреждение Роскомнадзора. В Москве 20 часов 18 минут, а значит в эфире канала «Навальный лайв-передача «Пираты Карибского моря». И в студии с вами я, капитан Джек Воробей. Я просто представляю, как вы сейчас смеетесь, глядя на меня. Вот точно так же все, кто сидит в этой студии, сейчас смеются надо мной. Но на самом деле никакого другого выхода не было, потому что у меня большая светочувствительность, светобоязнь глаза. Здесь есть софиты, которые мне вредны. Был еще вариант, чтобы я сидел перед вами в таких черных очках. Мы подумали, что это будет еще более глупо. И долго искали и приобрели такую повязку. В конце концов мы просто загуглили люди в повязках и увидели много разных стильных, прекрасных людей, которые носят такие повязки. И я подумал, что может быть даже будет прикольно к ним присоединиться, к этой замечательной когорте. Всем привет! В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, что в студии нашего канала в прямом эфире Алексей Навальный. Сегодняшнее мое появление более традиционно, не зеленого яйца, не зеленого лица, извините, не классной повязки через глаз. Я надеюсь, это не очень сильно скажется на смотрительности нашего канала. Но, с другой стороны, у меня есть небольшой фингал. Хотя по нынешним временам фингал – это не то, чем можно очень сильно привлечь в эфире. Я ужасно рад тому, что я смог сегодня выйти в эфир в то время, когда я должен был выйти в эфир. Я специально так старался прилететь в Москву вовремя. Хочу в первую очередь поблагодарить вас всех еще раз за различную поддержку, слова благодарности, контакты врачей и все остальное, что вы мне говорили, писали. Большое спасибо! Очень рад возможности ответить на вопросы в сегодняшнем эфире. Тем более, что я прочитал про себя огромное количество каких-то небылиц, конспирологических историй про то, каким образом я выехал за границу. Таким образом, конечно, я не вернусь в Россию, или меня не пустят в Россию, или еще что-то. В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, что в прямом эфире на канале «Навальный лайв» Алексей Навальный. Я с вами. Я здесь для того, чтобы ответить на ваши вопросы, поговорить о событиях, которые произошли за последнюю неделю. Если вы хотите что-то спросить у меня, пишите, пожалуйста, с хэштегом «Навальный2018». И, ну, наверное, тема, с которой я, очевидно, начну, потому что это была новость не просто там дня, и новость не только для меня. Это была главная новость сегодняшнего дня во всех новостях – появление нового прекрасного видеоблогера. Алишер Бурханович Усманов. Всем привет! В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, что в студии «Навальный лайв» я, Алексей Навальный, в программе «Навальный в 2018». Я здесь для того, чтобы обсудить с вами какие-то важные вопросы, обсудить новости, которые произошли. И, ну, может быть, ответить на какие-то новые вопросы, которые приходят к вам в голову. Для того, чтобы прислать их, пишите, пожалуйста, в Твиттер с хэштегом «Навальный2018». Я записал некоторые вещи, которые меня спрашивали сегодня, я днем спрашивал в Твиттере, и у меня здесь несколько тем. Гоголь-центр, дополнительное смешное развитие истории с вилками про Роснефть, об этом еще не говорили. Митинг 12 июня, вот эти вот чуваки из Серб, которые на меня нападали, различные видеообращения ко мне, которые публикуют сейчас и требуют ответов. Все это я хочу обсудить с вами, а начать, конечно, я хочу с продолжения. Вынужден, вернее, не хочу, мне надоело же даже немножко об этом говорить. Вынужден начать с продолжения истории под названием «Лайкшер Алишер». Алишер Бурханович Усманов выпустил второе видеообращение ко мне, взорвал танцполы. Я вчера, ну, захожу в Твиттер, вижу, снова все пишут про какое-то видеообращение, думаю, ну, не надоело обсуждать одно и то же. Выяснилось, он выпустил второе, второе видеообращение. Добрый вечер, в Москве 20 часов 18 минут, а это означает, что в студии «Навальный лайф» я, Алексей Навальный, для того, чтобы поговорить с вами, пообщаться, ответить на актуальные вопросы и обсудить темы, которые были самыми важными за эту прошедшую неделю. Если у вас есть вопросы, пишите мне, пожалуйста, их в Твиттер с хэштегом «Навальный2018». Не ругайтесь только, пожалуйста, что я не могу ответить на все вопросы, и многие из них упускаю, их просто огромное количество, они летят. Редакторы программы вылавливают что-то, отправляют меня сюда, я постараюсь ответить на столько вопросов, насколько могу. Чувствую огромное счастье в связи с тем, что могу начать сегодняшнюю программу не с Алишера Усманова, который, безусловно, был одной из главных новостей на этой неделе, и, конечно, мы поговорим об этом, но еще больше пришло вопросов о митингах 12 июня. Я с этой программы, с этой темы начну, ну иначе бы третий раз нужно было бы начинать с Усманова, и уже это все превратилось бы в какое-то Усманов-шоу на канале «Навальный лайф». Привет, Москве! 20 часов 18 минут, это означает, что в студии «Навальный лайф» я, Алексей Навальный, для того, чтобы обсудить с вами последние новости, ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, они у вас накопились за последнюю неделю. Если это так, то пишите, пожалуйста, в Твиттер, не в чате к Ютубу, потому что он летит с огромной скоростью, в Твиттер пишите, пожалуйста, с хэштегами «Навальный2018». Много новостей было на этой неделе, взять хотя бы... Вот эту церемонию, когда бывший руководитель ФБР Коми выступал перед Конгрессом, он, наверное, в закрытой части и сейчас выступает, мы обсудим это, но начать, естественно, я хочу с митингов 12 июня. Это сейчас главное, что происходит в стране, и без каких-то преувеличений, без какого-то, я не знаю, там, бахвальства, я совершенно точно могу сказать, что сейчас администрации большинства крупных городов в стране не занимаются ничем другим, кроме как помешать нам тем или иным образом проводить эти митинги, потому что географический охват митингов в этот раз, он просто поразительный. Всем привет! Сегодня четверг, 20 часов 18 минут, а значит, в эфире передача «Навальный2018». Как наиболее внимательные из вас могли заметить, в эфире сегодня не Алексей Навальный. Ну, так действительно получилось, потому что Алексей Навальный отбывает 30 суток в спецприемнике после митингов 12 числа. Меня зовут Георгий Албуров, я работаю в отделе расследования Фонда борьбы с коррупцией, и хочу рассказать вам сегодня про расследование «Чайка», которое мы опубликовали в 2015 году. И заставило меня это сделать не просто какое-то желание рассказать вам о чем-то старом, о событии, которое произошло буквально на днях. Авторитетный предприниматель Сергей Анатольевич Михайлов с позывным «Мехась» подал в суд на Алексея Навальный фонд борьбы с коррупцией с требованием удалить и опровергнуть расследование «Чайка», которое мы опубликовали 1 декабря 2015 года. Дорогие друзья, сегодня четверг, 20 часов 18 минут, а это значит, что в эфире передача «Навальный2018». Алексей Навальный отбывает административный арест 25 суток, и мы с коллегами решили провести в это время, пока он сидит, такую акцию. Называется «Я за Навального». Это значит, что каждый день, когда передача Алексея должна была быть, это в четверг, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией рассказывают о проектах, которые он делал с Алексеем, рассказывают о каких-то идеях, задачах и вообще каких-то интересных вещах. В прошлый раз, когда была первая передача «Без Алексея», нас было 4 человека, в том числе Леонид Волков, сегодня он получил 5 суток административного ареста, и сегодня нас стало еще больше, нас теперь не четверо, нас теперь семеро, включая вот этого замечательного пацана, это Корги Изюм, те, кто внимательно или хотя бы в течение года смотрели расследование Фонда борьбы с коррупцией, узнали этого маленького прелестного пса. Добрый вечер, дорогие друзья, сегодня четверг, 20 часов 18 минут, а это значит, что на канале «Навальный лайф» передача «Навальный-2018». Как могли заметить, наиболее любознательные из вас, Алексей Навальный еще не вышел из спецприемника, и поэтому мы продолжаем наш марафон «Я за Навального». Сегодня передачу опять открываю я, Георгий Албуров, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, а точнее отдела расследований. После меня будут другие сотрудники отдела расследований, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые также расскажут о своей работе, об Алексею Навальном, о том, что они вообще делают, какие у них планы и что интересного они за это время увидели. Добрый вечер. Это не «Навальный-2018 на «Навальный лайф», но это последний раз. Алексей Навальный со следующей четверга займет свое законное место на этом фоне, в этом эфире каждый четверг в 20 часов 18 минут. Наш марафон «Я за Навального» закончится. Я надеюсь надолго, я надеюсь новых сроков и арестов не будет. Завтра Алексей Навальный выходит из спецприемника в 13.30, его должны отпустить на Симферопольском бульваре после вот этих беспрецедентных 25 суток административного ареста по совершенно выдуманному обвинению, как будто он, находясь в подъезде своего дома, организовал митинг на Тверской. Это были тяжелые 25 суток. Всем в штабе приходилось работать больше, больше и еще больше. Как нам удалось с этим справиться, как вам удалось с этим справиться, но мы посмотрим на это очень скоро, наверное, в ходе вот большого агитационного субботника 8-9 июля, который, в общем-то, покажет, ну, насколько у нас получилось выстроить мощную агитационную инфраструктуру по всей стране. Всем привет! В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, что в студии я, Алексей Навальный, наконец-то-таки я оказался здесь после четырехнедельной, ну, вынужденной, вынужденного моего отсутствия. Спасибо большое всей команде ФБК, которая вела эти эфиры вместо меня. Спасибо большое вам всем, кто смотрел эти эфиры. Спасибо большое всем, кто смотрит сейчас. Я надеюсь, что я вам сейчас смогу либо рассказать что-то интересное, либо ответить на какие-то интересующие вас вопросы. Для этого и существует наша передача. Эти вопросы вы можете писать с хэштегом Навальный2018, задавать их в Твиттер. Очень много меня спрашивают о том, как прошел мой спецприемник вот в эти 25 дней. 25 дней – это дольше, чем 15 суток. Вот это вещь, которая там самая главная, которую я уснил за это время. 10 суток очень быстро вообще незаметно пролетает, 15 суток тебе уже немножко надоедает, а 25 суток ты просто постоянно думаешь, боже, как это все долго. Но ровно в этот момент тебе приходит мысль о тех людях, которые сидят годами. Ну, что тут далеко ходить? Мой брат сидит два с половиной года, из которых два года в одиночке, и сразу вот эту мысль снимает как рукой. Ну, в любом случае, так или иначе, власть решила каждый раз на каждой митинге арестовывать не только меня, но и сотрудников УБК, уж не говоря просто про обычных случайных людей. Поэтому такие перебои в нашей программе могут случаться, но я надеюсь, вы к этому будете с пониманием относиться. Добрый вечер. В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, что на канале «Навальный лайф» Алексей Навальный в программе «Навальный в 2018». После небольшого перерыва, который был связан с тем, что в прошлый четверг мы проводили дебаты с Игорем Стрелковым. Спасибо, кстати говоря, большое всем, кто смотрел. Я снова в студии для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. А эти вопросы накопились, и я надеюсь, у нас сегодня будет интересный разговор о санкциях, о Саакашвили, важная тема, о Руизмане и стратегии на выборах, о многих других важных интересных вещах. Но начать я хочу с голой женщины. Голая женщина – это замечательная девушка, которую зовут Ксения Калугина, стала одним из символов на этой неделе того, что я хочу назвать «Оскорбленная Россия». Это такая окончательно оформившаяся стратегия власти на поиск какого-то постоянного конфликта в обществе и на поиск какой-то обиды. Вот они уже управляют страной через какую-то обиду, через поиск оскорблений, разжиганий и осквернеет его из осквернений. И вот эту девушку замечательную нашли, она сфотографировалась в церкви, и Следственный комитет по Республике Татарстан проводит проверку. И заявления идут буквально с уровня руководителя Следственного комитета Республики Татарстан. То есть все очень серьезно, это же не просто так, это проверка, формальная вещь. Добрый вечер, в Москве 20 часов 18 минут, это означает, что в студии Навальный Лайф, Алексей Навальный, я всегда здесь по четвергам, если я не в суде, не в спецприемнике. И что-то изменилось? Кто вы девушка и что делаете в моем эфире? Это мой эфир, мои просмотры и мои лайки. Меня зовут Кира, и я ваш пресс-секретарь. Так что теперь я здесь. Да, на самом деле мы сразу хотели раскрыть одну из самых страшных моих тайн. Меня довольно часто спрашивают журналисты, Алексей, чего вы боитесь? И предполагается, что я отвечу, я боюсь внезапного нападения или я боюсь чего-то. А правда заключается в том, и она хорошо известна всему нашему офису, что я ужасно боюсь прямых эфиров. И в частности вот этого прямого эфира, вернее даже конкретно этого прямого эфира, все отлично знают, что наступает четверг, это значит Навальный с утра и ходит по офису и ноет. Боже мой, сегодня снова вести эфир, я страшно боюсь, и поэтому я пригласил Киру, которая заявляла, что она совсем не боится прямых эфиров, ведь это просто камера. Алексей так ужасно боялся прямого эфира сегодня, он так много в этом говорил, так ответственно готовился, что теперь даже я боюсь. Мы все боимся, что Кира сегодня все провалит, поэтому обязательно пишите в комментариях, как она вам, прогоним ее, если что, до следующего эфира. Кира будет мне помогать с вопросами, если вдруг что-то со мной такое случится, я начну говорить одно и то же по кругу, со мной такое бывает, вы знаете, она будет толкать меня ногой под столом. Добрый вечер, в Москве 20 часов 18 минут, это означает, что в студии Навальный Лайф, Алексей Навальный, для того, чтобы обсудить с вами вопросы, важные вопросы последней недели. И Кира Ярмыш, которая, надеюсь, не позволит Алексею уйти от ответов на эти вопросы. Не позволит, я тоже надеюсь. Начать мы должны, к сожалению, с тревожной, ужасной, я бы сказал, темы, с теракта, который произошел вот только что, несколько минут назад, полчаса, наверное, назад в Барселоне. Уже подтверждено 13, по-моему, погибших. Да, и 25 летницы пострадали. Там нет очных сведений. Наши соболезнования всем. Я представляю, в каком ужасе сейчас находятся десятки тысяч семей по всей России, которые не могут дозвониться для своих родственников, родных и близких, которые находятся в Барселоне. Это одно из самых популярных туристических направлений. Да, 35 миллионов приехало туристов в Барселону, он не только российский, но и всего мира. Но из России это в любом случае миллионы в год, сотни тысяч сейчас, и десятки тысяч, которые находятся в Барселоне прямо сейчас, это самое популярное место. Куда ездят российские туристы. После того, как закрыли Египет в Турцию, турпоток ослаб, все, конечно, поехали в Испанию. И это ужасная, действительно, ситуация. Добрый вечер. В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, что в студии «Навальный лайф». Я, Алексей Навальный, помогает мне... Кира Ярмыш. И мы здесь для того, чтобы ответить на ваши вопросы и обсудить темы этой недели, наболевшие темы, то, что вас волнует. Пожалуйста, пишите ваши вопросы в Твиттер или в Контакт с хэштегом «Навальный2018». Мы постараемся на них ответить. В первую очередь начать я хотел с того, чтобы извиниться перед теми телезрители... Теми YouTube-зрителями, которые в прошлый четверг зашли сюда на YouTube и обнаружили, что передачи нет. Я просто переоценил силу и мощь своего Инстаграма, в котором написал о том, что я уезжаю в шестидневный отпуск, в связи с чем пропущу одну программу. И действительно много людей, к сожалению, остались без передачи. Извините, пожалуйста, я постараюсь не пропускать, насколько это возможно. Мы даже график моих поездок по регионам планируем, исходя из того, что я должен всегда быть в эфире. Эта передача очень важна. Добрый вечер. В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, как обычно, что в студии «Навальный лайф» я, Алексей Навальный. Для того, чтобы обсудить с вами последние новости и ответить на все ваши вопросы, пишите мне их, пожалуйста, в твиттер с хэштегом «Навальный2018». Но первый вопрос я уже считываю. Я считываю этот вопрос. И звучит он так. А где же Кира? Куда делась Кира Ярмыш, которая... Вернее, с этой стороны она сидела. Которая помогала вести мне эфир. Неужели мы все-таки ее прогнали из эфира за плохое видение? Нет. Мы все ее хвалили, мы ее не прогоняли. Просто Кира два часа назад пришла ко мне и сказала, что она завела соседей. И у нее спасатели выламывают дверь. И сбежала. Что заставило меня некоторое время думать? А как же делают это все на настоящем телевидении? Ну, как бы, я вам могу объяснить это все, да? На радио, наверное, можно заменить человека. А вот на самом делешнем телевидении, если у человека ломают дверь спасателей, им нужно прийти и спасать соседей от затопления, что же происходит? А потом я понял, что на российском телевидении эта проблема решается очень просто. Там просто нет прямых эфиров. И этим самым Навальный Лайф гораздо лучше, чем все остальные телевидения. Пишите мне, пожалуйста, ваши вопросы. Я буду пытаться их отлавливать, потому что они летят с огромной скоростью, но мне помогают еще здесь наши ребята. Добрый вечер. В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, что в студии канала Навальный Лайф я, Алексей Навальный. И здесь я для того, чтобы ответить на ваши вопросы и обсудить вместе с вами последние события. Пишите, пожалуйста, в Твиттер с хэштегом Навальный2018. И я постараюсь ответить. Меня завалили. Вот я вижу, меня завалили вопросы про немагию. Мы обязательно обсудим немагию. Но начнем мы с муниципальных выборов в Москве. Выборов, которые прошли по всей стране. Очень важная вещь произошла. Я хочу ее обсудить, потому что прошедшие выборы в Москве и удивительный проход огромного количества кандидатов, муниципальные депутаты. Это такое замечательное, выдающееся событие, которое очень интересно смотреть, как очень по-разному интерпретируется. Мы видели, что сначала не было интереса к муниципальным выборам. Ну и у меня, честно говоря, тоже не было большого интереса к ним. Потом все начали писать, приходите на участки. Потом было огромное воодушевление, что значит, как классно мы победили и провели сотни депутатов. Сейчас уже идет немножко тенденция анализа этих результатов. И такие уже, я смотрю, скептические пошли статьи на тему того, что на самом деле меньше депутатов независимых провели, чем раньше было. Муниципальный фильтр нельзя пройти. Не такая уж и победа. Всем привет. В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, что в студии «Навальный лайв» я, Алексей Навальный. Для того, чтобы обсудить с вами последние новости, что происходит в нашей стране интересного, вопросы мне можно задавать в Твиттере с хэштегом «Навальный2018». У нас много разных тем сегодня. Но начну я не скромно. Начну я с самого себя и с нашей компании. Вы знаете, наверное, что мы начали такое осеннее турне, активные поездки по регионам и активные выступления в городах. Вот прямо с этого эфира я поеду в аэропорт, полечу в Новосибирск, где у меня завтра 18 часов выступления. И я хочу сказать, что эти поездки пока идут отлично. Спасибо всем большое, кто приходит на эти встречи в городах. Потому что даже в таких небольших, относительно небольших городах, как Мурманск, это в любом случае тысячи людей, которые приходят. Ну что же говорить про такие огромные города, как у нас был Екатеринбург или Омск. Всем привет! В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, что в студии канала «Навальный Лайв» я, Алексей Навальный. Для того, чтобы отвечать на ваши вопросы и обсуждать вместе с вами важные вещи, которые произошли на этой неделе, пишите мне, пожалуйста, в Твиттер. Прямо в Твиттер с хэштегом «Навальный2018» я буду стараться вылавливать ваши ответы, ваши вопросы. И давать на них ответы, ну, насколько я могу это делать. Начать я, конечно, хочу с Владимира Рудольфовича Соловьева. Я знаю, что многие из вас ждали, нам очень часто писали, говорили, что сделайте что-то про этого прекрасного человека. Напишите что-то о нем. Ну, покажите его лучше. И мы постарались это сделать. Мы сегодня выпустили ролик. Но я уверен, что многие из вас его посмотрели. Те, кто не посмотрели, посмотрите. И помогите нам, пожалуйста, распространить, потому что это очень важная штука. Я сейчас в начале передачи коротко хотел обсудить, чувствуете ли вы, что его деньги – это ваши деньги. И на этот счет я прямо сейчас сразу запущу опрос в Твиттере. Я его подготовил до эфира и сидел для того, чтобы нажать на кнопку сейчас. Вот нажму на кнопку, посмотрю, получится у меня или нет. В моем Твиттере в этот раз будем делать опрос. Вижу, что он появился. Плюс мы можем голосовать во Вконтакте. Всем привет. Это передача «Навальный 2018». Сегодня четверг. И в студии Георгий Абуров. И Любовь Соболь. Всем добрый вечер. Алексей Навальный отбывает сейчас незаконное административное наказание в виде ареста в московском спецприемнике. Поэтому его подменяем мы. Сегодня у нас большой и сложный день. Сегодня произошло очень много всего. Обыски в открытой России. И невероятная история с Леонидом Волковым, которого задержали, отпустили, потом снова задержали. И еще много всего. Об этом мы будем сегодня говорить. Естественно, мы начинаем. Первая тема нашей программы сегодня – это обыски и задержания, которые проходят сейчас у оппозиционных лидеров. Навальный сейчас сидит в спецприемке. Как и сказал Георгий Абуров, ему осталось 17 суток до выхода из спецприемки. Но дальше также неизвестно, какие обвинения ему могут предъявить. Сейчас, судя по всему, идет какой-то адский ажиотаж вокруг того, что происходит вокруг акции 7 октября. Власть очень напугана, и она делает какие-то непредсказуемые действия. То отпускает, то задерживает, то еще что-то. Поэтому дальше неизвестно. Всем привет. Сегодня у нас очередная передача «Навальный в 2018». Но, как видите, Навального по-прежнему с нами нет. Он все еще находится под административным арестом. Ему осталось еще 10 дней там находиться. И поэтому сегодня передачу ведем мы, Кира Ярмыш. И Георгий Абуров. И у нас, наверное, мы начнем сразу с самой главной темы сегодняшнего дня. Это отставка губернатором Псковской области Турчака. Ну, ты не сказал самое главное. Как вы можете видеть, по моему стаканчику, Алексею Навальному осталось сидеть 10 суток. И я сказала это. То есть половина времени. Видимо, я так разволновался, что прослушал. Или так много думал о губернаторе Турчаке. То есть уже даже не губернаторе Турчаке. Здравствуйте. Добрый вечер. Непривычно говорить «добрый вечер». Но, друзья, сегодня четверг, 20.18 и в эфире… Не вечерний кактус, как вы могли бы подумать. А «Навальный-2018» – программа, где мы обсуждаем главные политические новости, которые происходили на этой неделе. К сожалению, как все знают, Алексей Навальный остается в спецприемнике по незаконному решению суда. Вместе с Леонидом Волковым, начальником избирательной компании Алексея Навального. Алексей Навальный освободится в воскресенье и поедет на встречу с избирателем в Астрахани. Да, встречайте его в Астрахани, друзья. Все жители Астрахани и близлежащих областей. 21.18 на наших часах. Спасибо большое, что были с нами. Я очень надеюсь, что все это время был звук. А я не просто, значит, говорил, как рыба в аквариуме. И что тут у нас ничего не обвалилось, и все случилось. Большое спасибо, что вы смотрели. Каждый четверг, 20.18 подключайтесь, подписывайтесь на наш канал. На том канале «Говорят правду» и здесь тоже «Говорят правду». Спасибо. 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 Спасибо.